Кыштымский карлик вновь оказался в центре внимания. Исследователям удалось найти неопровержимые доказательства инопланетного происхождения знаменитого Алешеньки. О том, кем действительно является таинственное существо, найденное в уральских лесах, эксперты спорили долгих 18 лет. Одни утверждали, что это всего лишь недоношенный младенец, другие наставили на самых неожиданных версиях. И вот на днях лидер движения «Космопоиск» Вадим Чернобров представил подробный анализ ДНК Кыштымского карлика. Сенсационный доклад изучил Алексей Захаров. Известный исследователь Вадим Чернобров демонстрирует бесценный артефакт – кусок материи, в которую когда-то был завернут кыштымский карлик. С самого начала эксперты были уверены, на ткани должны оставаться следы органического происхождения. И вот спустя 18 лет ученые, наконец, убедились в своей правоте. Материал, собранный в ходе долга и скурпулезной работы, даже позволил специалистам провести анализ ДНК таинственного существа. Результат поразителен. «Были идентифицированы гены неизвестного существа. Их не удалось сравнить, не удалось найти аналогов среди существующего банка данных, животных, человека и наиболее распространенных на Земле существ». 1996 год. Окраины города Кыштым в Челябинской области. Пенсионерка Тамара Просвирина находит в лесном массиве ребенка. Впрочем, тут же выяснилось, что человека это живое существо напоминает лишь отдаленно. Женщина приносит его домой и называет Алешенькой. О находке сразу же узнают соседи. «Ни на кого он не похож. Я вот видел и ребятешек маленьких, ну таких всяких. Мало ли, всяких видел. Но этот ни на кого. Башка как лук. Лук возьмите. О, чеснок. Засушите, балтешую головку. И все». Тамара Просвирина не сомневалась. У нее дома живет инопланетянин. Очевидно, на этой пухве у нее и начались проблемы с психикой. В итоге те же соседи вызвали неотложку и женщину увезли в больницу. Ну а Алешенька, если верить свидетелям, вскоре погиб от голода. Следователю Владимиру Бендлину загадочное существо, прозванное журналистами кыштымским карликом, попало уже из рук милиционеров, которые опечатывали пустующую квартиру. Владимир признается, его сразу же поразили две вещи. Во-первых, абсолютно инопланетный вид. А во-вторых, запах, исходящий от тела. «Это не белок. Я знаю, как пахнет белок, разлагающийся. Настолько это. Здесь иной запах, конечно. Я подумал почему-то, что он, наверное, все-таки ближе к синтетическим каким-то этим, будем так говорить, веществам». Местные патологоанатомы в один голос объявили. Это существо ростом 20 сантиметров не могло быть результатом мутации. Более того, оно вообще никогда не являлось человеком. Но я считаю, что это не человеческий детеныш. Нет человеческого тела, нет и уголовного дела. На дворе стояли суровые 90-е и с непонятным трупом просто не стали возиться. Тогда следователь и передал Алешеньку для изучения неким людям, которые представились уфологами. С тех пор ни их, ни кыштынского карлика никто больше не видел. Руководитель объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров занимается этим делом уже без малого 20 лет. За это время свидетельств набралась целая папка. К сожалению, само тело исследователь увидеть не успел. Зато неоднократно общался и с бывшим следователем Бендлиным, и с жителями Кыштыма, и с местными патологоанатомами, которые обследовали труп. Скелет был полностью сформированным. Это скелет взрослого существа. У этого существа, по мнению патологоанатомов, был при жизни полный комплект зубов. Известно также, что тело Алешеньки было лишено пупка и каких-либо половых признаков. Отходы жизнедеятельности выводились прямо через поверхность кожи. Почему уральских исследователей не заинтересовала тогда эта аномалия, сегодня установить невозможно. Все, кто занимался делом Кыштымского карлика в 1996 году, уже либо умерли, либо категорически отрицают свою причастность к этому таинственному эпизоду. Любительское видео, показания очевидцев и ткань со следами нечеловеческая ДНК, в которую когда-то был завернут таинственный труп. Казалось бы, что еще можно вытащить из этой давней истории? Но недавно выяснилось, дело Кыштымского карлика рано прятать в архив. Вполне возможно, инопланетных существ было несколько. Я насчитал около десятка других очевидцев, которые рассказывали о появлении нескольких карликов. Это может звучать фантастически, но, как удалось выяснить экспертам космопоиска, существ, похожих на Алешеньку, в Кыштыме 20 лет назад встречали регулярно. Местные подростки даже устраивали за ними настоящую охоту. Охотились, пытались догнать, пытались закидать камнями и палками, бегающих по пригороду, по дачным участкам, бегающих нескольких маленьких, небольших существ. Возможно, именно от их меткого броска одно из этих существ и стало инвалидом. Новая версия требует новых доказательств. В ближайшее время Вадим Чернобров намерен организовать очередную экспедицию на Урал. Специалист хочет провести раскопки в районе обнаружения Кыштымского карлика, замерить радиационный фон, заново опросить местных жителей и обыскать ближайшие леса. Спустя 18 лет с момента пропажи Алешеньки исследователи рассчитывают найти следы его возможных сородичей и представить мировому сообществу неопровержимые свидетельства их существования.